в эфире открытый диалог меня зовут мукица парбаев это новый сезон генеральный партнер нашего проекта парк коктубе у нас сегодня гостях известный психоаналитик нумеролог клара куздимбаева добрый день добрый день как у вас дела ой у меня все замечательно такой яркий солнечный день я много-много лет не было на как тебе почему потому что ну не получается потому что я приезжаю как правило и режим у меня такое достаточно жесткие и выбраться никак не удавалось я благодарна вам у хит что вы меня пригласили сегодня на вашу программу и не довелось вот здесь побывать потому что такое блаженство видит эту красоту который по моему нигде в мире нет это парк коктубе мы пьем кофе сидим в очках и общаемся на разные темы да такой некий релакс дарят телеканал музон вам почему клара куздимбаев последнее время зачастила в казахстан зачастила да а мне как раз таки наоборот говорят что я редко приезжая была последний раз в январе месяца вот абсолютно ну может быть я прилетаю три раза в год раньше было больше почему потому что у меня здесь жила в мама вот ее уже нет живых и я прилетала навещать ее на сегодняшний день просто необходимость в каком плане возникает потому что у меня много людей которые ждут меня потому что к сожалению люди ко мне приходят не самые лучшие периоды жизни конечно они ждут чудес а на самом деле самый обычный человек во мне нет ничего звездного я самая обычная но правда иногда могу не иногда я вообще даю хорошие советы именно с позиции номерологии не иногда а всегда то что у вас стал потворение бесконечной очереди это я знаю потому что когда вы приезжали и приезжаете я всегда звал вас на интервью и на протяжении двух лет у нас велись переговоры и эта встреча состоялась кто эти люди мужчины женщины в основном что волнует казахстанцы как и всех обычных людей ко мне приходят люди самые обычные начиная с домохозяек обычных людей и в общем-то людей и бизнеса и бизнеса или политики и людей шоу-бизнеса часто бывает такое вот допустим инстаграме пишут мне да она такая клара она только общается со звездами ну да я действительно дружу со звездами это действительно но я дружу из также с простыми людьми здесь не может быть никакой категоричности у меня нет такого чтобы я делила там людей по социальному статусу там по каким-то еще параметр мужчина и женщина почему потому что для меня все люди одинаковы если если я буду делить людей тогда грош не цена но при все при этом у вас статус звезды до звезды номера ло но я придумала это не я себе такое не помогает это комсомольская правда это аргументы факты потому что я уже живу много лет в москве и соответственно мои прогнозы которые были даны для для звезд и в общем-то для людей известных они на самом деле оказались правдивыми поэтому так и общем-то меня и называли серый кардинал москвы это журнал татлер и получается дать она же она же где-то в прессе мелькнула это и и и другой подхватил как вы думаете вообще на что нужно обратить сейчас внимание в обществе такое состояние как будто все потерялись да все твердят о том что кризис у всех какой-то спад нет настроения нет какого-то подъема нет какого-то прорыва новых идей что вы посоветуете знаете есть каким как на какие-то может быть цифры нужно обращать есть такое выражение есть такое выражение вот мы мы не можем поменять ситуацию но что мы можем применять мы можем изменить отношение к этой ситуации мы можем только это поменять кризис вообще существовал всегда на самом деле были 90-е годы были проблемы были проблемы гораздо похуже чем сегодняшние дня правильно потом кризис он существует семье как-то в личностных отношениях в работе но это наша жизнь мы пришли на эту землю познать верхи и низы без плохого не бывает хорошее поэтому знаете самое главное ваше отношение к этому прежде всего если вы будете настроены позитивно если вы будете построены как бы бороться с этим то есть все в жизни изменится потому что никогда ничего не бывает просто так даже те ситуации которые возникают нашей жизни критические болезни проблемы материальные спады это тоже не так это уже последствия тех тех моментов которые случились в нашей жизни мы пришли на эту землю как говорится получать уроки отрабатывать какие-то вещи но среди этих людей которые занимаются экстрасенсорикой как это каким-то какими-то этими вещами да они они об этом вещают но я как нумеролог с позиции цифры могу сказать другое что человек пришел нарабатывать определенные цифры мы пришли зарабатывать очки для следующей жизни потому что вот родился человек это тоже программа вот вы родились с определенным набором цифр вот нет определенной цифры значит прошлой жизни себя неправильно вели значит в этой жизни вы должны вести себя правильно чтоб наработать эту цифру что в следующей жизни вам была благость поэтому все в жизни на самом деле можно корректировать менять и поэтому когда говорят судьбу не поменяешь вот на написано у казахов говорят мандайна джазлган да все можно менять поменять и наша задача поменять ее к лучшему измениться к лучшему вообще отношение в обществе поменялось к нумерологам одно время относились к экстрасенсам нумерологам знаете я вот я недавно была на первом канале время покажет меня очень обижает когда меня относят к экстрасенсам к экстрасенсам я не имею никакого отношения хотя моей программе присутствует знак целительства экстрасенсорики и мне как откуда вы знаете а я знаю это цифры мне об этом говорят дело в том что в любой деятельности будь то политики врачи учителя любая деятельность есть и профессионалы есть шарлатаны согласитесь и поэтому и так же среди экстрасенсов еще много шарлатан среди нумерологов есть никаких скажу честно я на сегодняшний не знаю как людей которые на самом деле меня могли бы удивить потому что начитавшись литературы начитавшись это начитавшись литературы как и взять там азы а на самом деле нумерология это область скрытых знаний нигде ни в одной книге секретов никогда не расскажет человек который должен заниматься нумерологии тоже прежде всего быть аналитиком у него по крайней мере нумерологии должно быть две девятки аналитические способности должны должны определенный набор цифр вот тогда он может естественно также этой практика я математик конечно для меня уже цифры живые а если нельзя этому вообще научиться здесь не может быть такой здесь определенно врачом должен быть человек который определенного нумерологии до определенный набор цифр должны быть тройки четверки прежде всего так должен быть гибкость и соответственно аналитика потому что потому что это математика Как бы то ни было, это математика. А нумерологов вообще должны кто-то проверять? Что значит проверять? Если вы утверждаете, что вы нумеролог, значит, какие ваши прогнозы? В частности, я могу сказать про себя. Допустим, я тоже самый обычный человек, но тем не менее, почему меня назвали звездным? Потому что мои прогнозы Евровидения, прогнозы звезд, почему звездным, рождение детей, допустим, у Филиппа Киркорра, у Арбакати, политические прогнозы, допустим, Олимпиада. Эти все прогнозы мои сбылись. Вот даже последнее, я буквально на днях узнала о том, что Полина Гагарина родила девочку, ребенка. А мой прогноз 2015 года был озвучен, это в Комсомольской правде. Может, какую-то информацию я не помню, но если это было зафиксировано где-то в прессе, естественно, все это можно проверить. Другое дело, что да, конечно, я не бог. Есть такие моменты, когда, допустим, прогноз не сбывается. Вот у меня была такая ситуация, я давала прогноз, по-моему, Комсомольской правды, она говорила о том, что у Малахова, Андрея Малахова, а я дружу с Малаховым, я у него веду рубрику в журнале Стархит, я говорила, что у него в следующем году родится ребенок. Ребенок не родился. А, в интернете пошло, да, ваш прогноз не сбылся. Соответственно, года два назад это было, я у Нади Бабкиной была на юбилее, я подошла к Андрею и говорила о том, что Андрей, у тебя же должен был родиться ребенок в прошлом году. И он мне нового сказал, Клара, ты действительно должен был родиться. Но так получилось, что выкидыш произошел. Понимаете, существуют такие моменты, как бы, это тоже человеческий фактор существует. Клара, у вас есть конкуренты? Как вы к ним относитесь? У меня нет конкурентов. Я другое дело, что на сегодняшний день меня мало кто может удивить. Меня удивляет мой муж. Почему? Потому что я его научила в нумерологии, у меня учеников нет. Когда-то, много лет назад, 10 лет назад, я проводила семинар по нумерологии именно врачам. Это было в Москве. Здесь, в Казахстане, у меня учеников нет. Мой сын консультирует в Астане, но он не ученик. Потому что, будучи маленьким, мы вместе с ним изучали нумерологию. Я вместе с собой его брала на занятия. Мой ученик самый лучший, это мой муж. Я его научила в нумерологии, но мой муж превзошел меня. Почему? Потому что он создал такую науку витоматематика. На сегодняшний день он пишет музыку на основании фамилий, имя, отчества, основы из нумерологии. Также рисует мандалы. И уже на сегодняшний день я уже начал создавать духи индивидуально по дате рождения. А конкуренту, какие могут быть конкуренты? Ну, понимаете, в чем дело? Я 20 лет занимаюсь в нумерологии. На сегодняшний день те нумерологи, которые существуют, я, к сожалению, с ними не знакома. Ну, это уже, знаете, как выражение. Когда они учились, я уже преподавала. Поэтому, ну, здесь не может быть конкуренции. Но я рада была познакомиться с людьми, которые на самом деле что-то могли бы привнести, что-то интересное рассказать. Но, к сожалению, на сегодняшний день не встречала. Все очень примитивно. А Ислу Ахимова сейчас, как бы, считается в Казахстане тоже звездной нумерологии. Ну, она же слабенькая. Она же сколько лет? Ну, лет пять. В свое время я, кстати, в свое время это я ей рекомендовала заниматься нумерологией. Но она не моя ученица абсолютно. В общем-то. Наверное, она растет. Наверное, я, правда, не знаю ее успехи. А как вы прокомментируете то, что ходили разговоры, что Кларку Димбаеву она учила? Ну, ей, наверное, было это удобно, потому что, в общем-то, она училась, я не знаю, там училась, по-моему, у женщины, которая обладает там какими-то элементарными знаниями. Поэтому, может быть, поэтому, конечно. Хотя, в общем-то, почему бы и нет? Каждый делает пиар по-своему. Я в ней говорила. На сегодняшний день часто получается так, что кто-то говорит, что он меня учил. И в Москве это тоже есть. Я даже по этому поводу и Андрею Малахову жаловалась. Говорю, что такое? Почему в журнале заявляют о том, что он меня учил? Ну, естественно, Андрей его сразу убрал с журнала. Потому что такие вещи нельзя вообще проговаривать. Это некрасиво, это неэтично. Поэтому, дай бог, что если она самая лучшая, дай бог ей развиваться, если она дает правильные прогнозы. Это хорошо. Вы часто бываете в Индии, для чего? И возникает у меня вопрос, какой религии все-таки придерживается Кларбус Дитбаева? Что касаемо Индии, дело в том, что я часто езжу на учения его святейшей Далаламы, Тибет. В Тибет я... Были, допустим, в прошлом году мы были с мужем на учениях его святейшества в Дели. Позапрошлом году были, и попали, кстати, на аудиенцию. Но буддизм – это же философия ума. Почему на сегодняшний день происходят вот эти негативные события страна? Это связано прежде всего, что мало духовных учителей. Далай-Лам – это тот человек, который несет определенную миссию всему миру. Это лауреат Нобелевская премия. Это духовное лицо, которого ни одним лидером духовным сравнить нельзя. Ни в обиду Будды сказано, что нет такого лидера ни в Казахстане, ни в России, ни в любой другой стране. Это даже не папа Римский, понимаете? Он выше гораздо ждет, потому что этот человек, на самом деле, лидер буддистских монахов, который несет сострадание всем живым существам на земле. И поэтому его, конечно, его учение, оно несравнимо. В буддизме нельзя даже убивать комаров. Их нужно только... А что на сегодняшний день те события, которые происходят? Извратили все. Извратили и религию, и религию. На сегодняшний день происходят теракты. Это страшно. Поэтому вся проблема в том, еще раз повторяю, потому что нет хороших духовных лидеров. Клара, иногда бывает упадок сил, и ты понимаешь, что какой-то человек у тебя забирает энергию. Как восстанавливаться, как защищаться, и как вы сами восстанавливаетесь? Дело в том, что прежде всего, на самом деле, существует категория людей, забирающих энергию. Вот мы с вами доноры. У нас энергии достаточно, и у меня достаточно энергии. Почему? Потому что много двоих в программе. И, соответственно, конечно, мне тяжело. Потому что на сегодняшний день, допустим, если я в Москве консультирую, допустим, не больше трех, и мой секретарь знает, не дай бог, если он запишет четвертого человека. Но это экстренные случаи, когда, допустим, люди приезжие, приехали там на один день. Естественно, такие случаи присутствуют. Здесь, конечно, я людей консультирую уже больше по количеству, потому что у меня здесь очень мобильный такой график, такой жесткий. И поэтому люди обижаются. И поэтому здесь, конечно, как восстанавливаться? Медитации. Мой муж научил меня медитации. И, в общем-то, результаты на сегодняшний день таковы. Благодаря медитации я могу себя восстанавливать. Поэтому на сегодняшний день существуют различного рода практики, энергетические практики. Это система рейки, йогинские упражнения. Существуют различного рода практики. А есть универсальный какой-то метод, который может каждый человек применять? Нет, вы знаете, дело в том, чтобы практиками заниматься, прежде всего нужен учитель. Прежде всего нужен профессионал, который действительно может помочь. Допустим, в этой системе рейки должен прежде всего учитель быть. Вот прежде всего учитель, который мог бы инициацию дать. Самостоятельно к этому нужно относиться с осторожностью. Поэтому я думаю, что в Алма-Ате есть какие-то энергетические центры, которые учатся. Я, к сожалению, просто не знаю. Мой муж учит. Поэтому, когда мы приезжаем в Алма-Ату, естественно, у него тоже приходят к нему на консультацию люди, которые учатся у него медитации. Клара, у меня к вам просьба. На всю страну сделайте мне, пожалуйста, на этот год прогноз нумерологический. Что меня ждет, что ожидает, что хорошее произойдет, что плохое произойдет. Так или иначе, вот хотелось бы прямо здесь и сейчас услышать. Мы с вами родились практически рядом. Я 24 февраля, вы 23-го. Да, кстати, нас можно поздравлять. 23-го меня, 24-го Клара Куздимбаеву. Прежде всего, я хочу отметить, что вам никогда нельзя гневаться. Потому что у вас энергия такая же громаднейшая, как у меня. Поэтому в гневе мы можем принести с вами разрушение. Эмоции могут вас забладать. Хотя, на самом деле, терпение у вас есть. Почему нельзя гневаться? Потому что радиус воздействия вашего гнева может достигать метра. А, соответственно, в природе не бывает пустого. Существует закон бумеранга. То, что вы послали, вам вернется. Поэтому вам всегда нужно радоваться жизни. Почему? Потому что у каждого человека существует код поведения. Вот у нас с вами код поведения – это праздник. Мы должны всегда радоваться жизни. А если будем гневаться, гневаться нельзя. Далее, я посмотрела ваш период. У вас очень хорошая полоса идет на протяжении 5 лет. Поэтому вперед, вперед. И даже самые сложные периоды, когда, естественно, не может быть такое, наша жизнь такова. Подъем, спад, подъем, спад. И даже периоды с спадом, на самом деле, не пройдут для вас благополучно за счет вашей энергии. Потому что людям, у которых мало энергии, периоды спада, у них происходят депрессии, перепад настроения, случаются неприятные события в жизни. А у нас с вами большое преимущество. Вот эти периоды спада мы можем пройти благополучно за счет энергии. Поэтому я желаю вам радоваться жизни, не останавливаться на достигнутом. И тогда вам будет сопутствовать дача успехов. Но материально вы никогда не будете отделены. Вас в будущем ждет богатство. И вам нужно всегда себя окружать красивыми вещами. Спасибо огромное за такой шикарный прогноз. Я очень рад, что Кларк Уздимбаева прилетела в Алматы, в Казахстан. Спасибо за эксклюзивное интервью в Москве, в России. Берегите себя и чаще приезжайте в Казахстан. Обязательно. Удачи, друзья. Это Парк Ухтубе. Меня зовут Мухи Цапарбаев. Увидимся в эфире. До свидания. Генеральный партнер Парк Ухтубе.